Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал «Деревенский дневник очень многодетной мамы» и канал «Мать-героиня». Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, а также мой канал можно найти на Яндекс.Дзене. Ссылочку обязательно закреплю в комментариях, ну а вы, конечно же, переходите, не забывайте подписываться. Ну что ж, мы с вами сейчас будем обозревать Лёлин вчерашний вечерний стрим. Начало стрима Лёлька зачитывает списки. Да, списки тех, кто ей надонатил на зарплату Баби-Наде вне стрима, причем читает достаточно такой, знаете, внушительный список. Осталось, говорит, собрать всего-навсего 6 тысяч до 30 и вуаля. Зарплата Баби-Наде готова. Далее опять начинает сочинять и рассказывать, ну вернее как она говорит о том, что вот потом, потом будем собирать Сергею Петровичу на зарплату. Ну, мы-то с вами знаем, что она уже собрала, так скажем, на несколько месяцев вперед. Но Лёлька упорно делает вид, что раз она не помнит, да, значит и все остальные должны это тоже не помнить. Далее. Далее про Шурика сказала о том, что он, бедный несчастный, трудится, хочет ей помочь. Ну, конечно же, верим Лёльке, естественно. В общем, как обычно, начинает рассказывать свою любимую, избитую, излюбленную тему, возвращается, так скажем, к Жене Бе. Рассказывает о том, как же он ей надоел, какой же он нытик. Ну, да. И вы знаете, постоянно Лёлька говорит о том, что Женя Бе надоел, он постоянно ноет, ноет, ноет и ноет. И я хочу сказать, что они два сапога пара вместе с Женей Бе. Лёлька тоже каждый раз ноет, каждый раз выходит на стрим, начинает ныть, лить слезы, сопли. Да к чем же она в таком случае отличается от Жени Бе? И почему Лёля не думает о том, что она уже надоела всем своим зрителям со своим вот этим вот извечным нытьем, да, которое, естественно, подразумевает, я ною, а вы побыстрее открывайте свои кошельки и донатьте мне. Говорит, я надеялась на то, что Женя Бе будет помогать мне с детьми, принимать, так скажем, участие в их жизни, возьмет их к себе домой, но не тут-то было. Женя Бе сказал о том, что слишком дорого ему обходятся дети. Мол, каждый их приезд от трех до шести тысяч ему приходится выкладывать только на то, чтобы прокормить своих детей. Да, Женька Бе тоже, конечно, молодец. Детей наделать наделал, а вот как содержать, так пусть какой-нибудь там дядя Вася их содержит, да. Ну, по большому счету, так оно и есть, потому что Лёлька получает деньги с Ютуба, плюс ей донатят абсолютно посторонние люди. И в свое оправдание Лёля озвучила, что вообще, говорит, я никогда при детях не дискредитировала авторитет Жени Бе. А мы помним, друзья мои, да, помним, конечно же, как она обзывала Женю Бе Чикатило, как она называла его моральным уродом, дебилом, психопатом. И все это, кстати, в присутствии детей. Ну, видимо, в Лёлином понимании это, так скажем, некие комплименты. И пусть сейчас Лёлька не сочиняет, что я это говорила на стримах, тогда не было детей, не ври. Говорила я несколько раз, когда делала обзоры на эти стримы, я говорила, сидела и Саша, и София, и Даня. Все эти дети уже все прекрасно абсолютно понимают. Они школьники. Они прекрасно слышали то, что говорила их мать относительно их детей. Их, вернее, отца. И, конечно, говорила и не раз. Да, причем на стримах в присутствии детей. Но сейчас Лёле кажется, что раз это было давно, значит, этого, так скажем, почти и не было. Затем обозвала Женю Бе какашкой. И говорит, меня как будто макнули в это говно. Ну, Лёльке, извечная любимая тема – говно. По словам Лёли, Женя Бе собирался ей помочь, собирался приехать к ней, да. Изначально была такая договоренность. В итоге они не договорились. Не смог он, она говорит, он не может брать детей на выходные, это так он ей сказал, чтобы Лёлька не развлекалась со своим мудаком. Говорит, я не хочу брать детей на выходные, чтобы ты развлекалась со своим мудаком. Ну, под мудаком, я так понимаю, конечно же, имеется в виду Шурик. То есть даже Женя Бе уверен, что Шурик сидит в Туровке. Вот Лёлька нам рассказывает сказки, говорит о том, что нет, он уехал на вахту. Ну, даже, видимо, у Жени Бе есть сведения того, что Шурик, конечно же, находится в Туровке. А откуда у Жени Бе могут быть такие сведения? Да всё очень просто. Женя Бе периодически всё равно, как ни крути, общается по телефону со своими детьми. И, естественно, он знает, что Шурик находится в Туровке, сидит, не работает на всём готовом. И, конечно, Женьку Бе это калашматит. Потому что Женька Бе хотел сидеть вот у этой кормушки, ничего не делать, да, ничего не делать, не работать, просто, так скажем, деньги собирать. А здесь какой-то Шурик появился, и нате, пожалуйста, всё ему теперь преподнесли на блюдечке. Да, далее, оказывается, Лёля, значит, раскрыла нам почти тайну. Женя Бе не хочет платить алименты Лёле, чтобы она эти деньги не транжирила, не бегала по саунам на эти деньги с мужиками. Представляете, ребят? Я вообще в шоке, честно. Да, кстати, по-прежнему Женька Бе признаётся ей в любви. А Лёля говорит, при чём тут мои мудаки? Я могу развлекаться хоть с десятью мужиками. То есть, я так понимаю, это Лёлькины влажные мечты. Ей одного мужика мало, ей, пожалуйста, подавайте аж десять мужиков. Я так понимаю, что Женя Бе уверен, что Лёлька слаба напередок, поэтому боится ей, так скажем, давать деньги, деньги вот эти вот на алименты, дабы Лёлька их с мужиками не потратила в саунах. В общем, видимо, ему известно больше, нежели нам с вами. Значит, действительно ловил, так скажем, Лёльку на некоторых моментах и знает, что из себя представляет вот эта вот горячая штучка. Далее. Призналась, что ей некая зрительница надонатила на сауну и на маникюр и написала, Олечка, это тебе на сауну, на баню и на маникюр. И она говорит, да, и превыслала мне прям внушительную сумму. Ну, ребят, я не знаю, насколько это правда, но если это правда, да, то, как говорится, дуракам закон не писан, пусть отправляют деньги. Раз им больше некуда отправить деньги, не на кого, да, некому помочь, только Лёльке на сауну и на маникюр. Бедная несчастная. Она до этого, да, 36 лет по саунам не ходила, ничего, жива-здорова была, жила прекрасно, и тут прям забегала последний там вот этот вот год по саунам, тоже нечто, конечно. Далее. Далее. Значит, Женя Б. высказывает Лёльке свои претензии. Говорит, какая же ты мать, если ты готова из-за бездомного бомжа выкинуть детей из дома при любом удобном случае. Ну, если кто не понял, под бездомным бомжом имеется в виду Шурик. Да, на что Лёля сказала, что детей она никогда не выкидывала из дома. Она говорит, я просто отдаю их Жене Б. их родному отцу. Нет, Лёль, не сочиняй. Было дело, и прекрасно помнится этот момент, когда на Новый год, да, вместо того, чтобы с детьми отметить вот этот вот семейный праздник, Новый год, детям устроить какую-то сказку грандиозную, Лёлька взяла и по тихой лавочке сплавила своих детей Женю Б. Сплавила на все новогодние праздники, и сами такие довольные остались, так скажем, ну, почти взрослой компашкой. И Лёлька говорила, да, мы будем развлекаться по-взрослому. Да, и там был и Шурик, и девушка была, Алёшке Картошке, и Женька приехала вместе со своей подружкой. В общем, Лёлька расставила приоритеты, детей спихнула на Новый год, на их папку, а сама развлекалась как раз-таки вот с этим товарищем Шуриком. В принципе, здесь, конечно, всё правильно и сказано. Далее. Далее. Защищая Шурика, она сказала, что он не живёт со мной. И говорит, он не бездомный, и он зарабатывает очень хорошие деньги. Интересно. Вот мне интересно всё-таки, ребят, где можно зарабатывать, где зарабатывает Шурик. Ну, если только под кроватью или на кровати, да, ну, они же тоже стебут ту тему, что он сидит и прячется под кроватью, да. Говорит, я жду. Я, говорит, жду. Сейчас его нет со мной рядом. Сейчас он работает. Я, говорит, жду от него поступков, говорит Лёлька. А месяц второй, возможно, он приедет и будет мне финансово помогать. Но пока, говорит, он мне ничего не должен, он мне не муж. Ребят, вы знаете, вообще смешно. Ты сначала, значит, три месяца якобы, да, получается. Ну, если вот представить, что Шурик действительно сейчас уехал. Получается, ты три месяца продержала мужика на своей шее. Он вел себя как Альфонс, ни черта не делал, жил за твой счет. И сейчас ты его отправила на работу, так скажем, посмотрю на него, да, сможет ли он заработать денег. Ну, хорошо, окей, он зарабатывает денег за месяц, приезжает к тебе. И дальше что? Опять на три, на четыре, на полгода садится к тебе на шею и на шею к твоим детям, к твоим зрителям. Ну, согласитесь, как-то интересно. Но, говорит, он пока мне ничего не должен. Вот мне странно вообще вот это вот слышать и слушать. Странно. В таком случае сразу хочется спросить, а зачем ты чужого дядьку, чужого с улицы мужика, тащишь к себе в дом, где огромное количество детей. Опять же, если бы у тебя не было детей, это было бы одно, да, ответственность перед самой собой, и на этом, в принципе, все. Но, когда у тебя столько детей, ты ответственно перед своими детьми, несешь перед ними ответственность. А это чужой человек с улицы, которого, по сути, ты знать не знаешь. Ты вот говоришь про Женю Б, да, с которым ты прожила 10 лет. И говоришь, ой, он оказался таким козлом, он оказался таким говном, он оказался таким ужасным человеком. И здесь, получается, ты вообще человека знать не знаешь, но ты тащишь этого человека в дом, не боясь за своих детей в первую очередь, да. Ну, в общем, как-то интересно. То есть, получается, в дом тащить, у нее есть перед ним обязательства, кормить она его кормит, одевать, одевает, а вот он ей абсолютно ничего не должен. Ну, замечательно. Далее, далее, говорит, вот я не знаю, может быть, говорит, Шурик, мне поможет финансово, когда приедет с деньгами, а может быть, выплатит свои долги. То есть, ребят, Лелька призналась, да, в том, что у него действительно есть долги. И вы знаете, вот она говорит, что он много зарабатывает, у него хорошая работа. Я так понимаю, что он ни черта не зарабатывает, потому что, если он наделал кучу долгов, и теперь даже Лелька знает об этих долгах, то есть, можете себе представить. Видимо, там товарищ жил, куражил неплохо, да, ходил туда-сюда, везде, в общем, деньги тратил, еще что-то, наделал себе долгов. Ну, и пришел с этими долгами к Лельке, к многодетной матери. И, кстати, когда он к ней пришел, у него долг у судебных приставов уменьшился сразу на какую-то значительную сумму. То есть, я так понимаю, что Лелька ему выплатила эти деньги. И сейчас у него тоже есть долги. Да, есть долги. Ну, что я могу сказать, Лелька вообще молодец. Вот просто молодец. Шурик ее действительно поимел. Поимел по полной программе. Мало того, что он пришел, уселся на шею к многодетной матери, которая его кормила, поила, одевала, на машинке катала, там всяко-разно, значит, облизывала со всех сторон, так она еще ему и оплачивала его долги, ребят. То есть, представляете, вместо того, чтобы скрывать свои долги от бабы, да, с которой ты сошелся, ну, так скажем, зачем вываливать на нее лишние проблемы, он пришел и честно ей в этом признался. А у меня есть долги. Ну, я уверена, что, конечно же, она закрывала его долги и будет закрывать их в дальнейшем. Ну, а дальше Лелька сказала, у меня может быть кто угодно, и Петя, и Вася, и Коля, и Женя Б. Моя личная жизнь никоим образом не касается. В общем, да, так-то оно так, с одной стороны, да, Женю Б действительно ее личная жизнь не касается, но эта личная жизнь касается как раз-таки ее детей, которые живут вместе с ней в одном доме, и поэтому, если, знаете, она будет таскать и Питю, и Васю, и Сашу, и всех на свете, то, конечно, это будет вообще непонятно что, какой-то самый настоящий бордель, и все это будет на глазах у детей, и, естественно, это не хороший, так скажем, пример, особенно для девчонок. Но, опять же, Лелька об этом не думает. Ребят, Лелька думает исключительно о себе, она эгоистка, она живет исключительно для себя. Да, она говорит, что я все делаю для своих детей, но это абсолютно не так. Дети для нее щит, детьми она всегда прикрывается, их количеством она всегда чуть что кричит, я многодетная мать, но живет она для себя, и делает она абсолютно все для себя. Я для деток, я для деток, я для деток. Деткам нужна вот эта машина за 3 миллиона? Да, абсолютно она им не нужна. Они могли спокойно поездить на Шаране, можно подумать, она их так часто куда-то вывозит. Она их вывезет, дай бог, раз в две недели, и на этом все. Но нет, Лелька свои хотелки пытается реализовать за счет своих детей, так скажем, прикрываясь постоянно с детьми. Ну что ж, в очередной раз плач Ярославный прошел. Лелька, конечно же, как всегда, вот этого бедного Женю Б, склоняла и в хвост, и в гриву. Но, знаете, мне его не жалко по той простой причине, потому что этот человек, которого, знаете, можно действительно склонять всяко-разно, у него нет ни чувства собственного достоинства, ни принципов, ничего. Если он на это, на все продолжает, Лельке говорить о том, что он ее любит, и давай будем бороться с хейтерами, ведь хейтеры виноваты в том, что мы трясем своим грязным бельем на Ютубе. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.